Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы будем лепить кота из пластилина. А я, помощница моей мамы, буду смешивать пластилин и подавать цвета. Для начала карандашом мы наметили эскиз нашей будущей картины на пластике. Залеплим всю мордочку кота, но оставляем лишь только незалепленными щечки и область глаз. Мнем пластилин между ладошками или пальчиками, чтобы он стал мягким и его легче можно было размазывать по поверхности. Серый цвет я наношу на носик. И, конечно же, на ухо. И сюда немножечко под глазки. Вот такая уже маска кота у нас получается. Коричневым цветом мы обозначаем область нашего стола. Теперь делаю мордочку кота более объемной. Я взяла светло-серый цвет и делаю растяжку от носика к колбу котеночка нашего. Затем беру средний серый цвет и также продолжаю размазывать один цвет в другой, делая плавные переходы. А носик отая правда выпуклый получается. Пластилин должен быть теплым, тогда он хорошо размазывается. Конечно же, немного серого цвета наношу на ушки, чтобы они тоже были объемные и выделялись от нашей головы. И еще немного серого цвета нанесу на носик. Таким образом он у меня получится более выпуклый относительно всей мордочки. Скрутила жгутики из пластилина и подчеркиваю форму глазок. Теперь стеком или пальчиком я еще больше подравниваю наш носик. Делаем глазки. Для начала я взяла белый кусочек пластилина, скатала из него шарик, расплющила. Беру темный зеленый оттенок пластилина, небольшой кусочек более светлого зелененького оттенка. И это для того, чтобы глазик у нас был более натуральным, как у настоящего живого котика. Теперь черненький кусочек беру, делаю из него тоненькую колбасочку, ложу посередине. Вот он наш зрачок. Он так глаза выпучил, прям смотрит на меня. Белым цветом заполняю пустое пространство, делая глаза котика более миндалевидными. И еще немножко беленького цвета на самый-самый кончик носа. Как быстро ты размазываешь ногтями, а мне приходится размазывать стекой. Ставлю белые блики на глазу. Прижимаю кусочки пластилина стекой, чтобы они никуда не отвалились. С помощью черных жгутиков подравниваю форму глазок. И правда они так лучше смотрятся. Жгутики должны быть тоненькими, тщательно их прижимайте. А теперь поработаем стекой. Скатываем серый жгутик и приклеиваем его сверху по форме глаза. Вот такое веко у нас получилось. Немного розового цвета я добавляю на нижнее веко. А теперь поработаем иголочкой. Наношу при помощи иглы фактуру на глаза. Скатываем тоненький-притоненький зелененький жгутик. Подчеркнем им радужку и область возле блика. Все тщательно прижимаю иголочкой. У него глазки живые, вы только на это посмотрите. Подчеркиваем глазки тоненьким черненьким жгутиком. Он придаст нашему верхнему веку больший объем. И вновь вход идет с тека. Это наш самый-пресамый любимый универсальный материал. Мы не только делаем плавный переход, но и создаем фактуру. Посмотрите, какая шерсть получается. Ты мой маленький пушистенький котик! Положу тебе сарделечку я в ротик. Размяла в руках и разогрела большой кусочек черного пластилина. Разделила его на две равные части. Скатала лепешки. И плотно-плотно прижимаем наши щечки к пластику. А теперь намешаю абрукадабру. Светло-серый и немножечко красненького туда. У нас получится коричневато-серовато-розоватый такой оттенок. И этот самый цвет я накладываю на верхнюю часть наших щечек. И это придаст им еще большего объема. Наверное, он ест много сосисок, поэтому у него и толстые такие щечки. Лишний пластилин под глазами убираем стекой. А теперь нам нужно подчеркнуть еще большую выпуклость наших щек. Стекой мы разделяем одну щечку от другой и рисуем своеобразную улыбочку. Кстати, если мы сейчас здесь делаем беленькие зубки, он будет похож на кота из Алисы. Ну что ж, нашим щекам нужно добавить еще больше объема. Для этого я использую светло-серый цвет. И вводим, вводим его стекой в наши щеки. А также пару мазков под глазами, чтобы подчеркнуть их глубину. И теперь можно вполне себе позволить заниматься фактурой. Делаем нашему котику такие же пушистенькие щечки. Да, делать ворсинки дело долгое. Но у меня есть помощница. А я обожаю помогать. Сейчас я намешаю розовый цвет для ушек. Для этого берем немножко красненького. Резаем стекой. И берем побольше беленького. Жгутиками пластилина выкладываем форму ушек. А теперь немного розового на внутреннюю их часть. Все хорошенько прижимаем и размазываем. Я хочу придать немного миловидности нашему котику. Поэтому розовый цвет ввожу в щечки. Ну что ж, теперь приступим к носу. Скатываю из розового пластилина такую фасолину. Расплющиваю ее. Стоя и делаю ноздри. Ну вот, очень даже приличный нос получился. Теперь его тщательно зафиксируем на нашу картину. Немножечко подправим наши ноздри. И небольшой белый блик. Ну что же, эта голова готова. А значит, эта часть довершена. Редактор субтитров А.Семкин